Добрый день, коллеги. Действительно, проблем очень много при выборе горючих смазочных материалов с сельхозтоваропроизводителями. На рынке присутствует большое количество игроков, которые предлагают как крупные партии, мелкие партии и, собственно говоря, качество, оставляют желать лучше по наблюдениям в нашей лаборатории. Основной источник энергии в средственном хозяйстве – это дизельное топливо. Я со мной согласен, бензина меньше потребляется. Так вот, как правильно выбрать дизельное топливо. Немножко остановимся на этом. Для того, чтобы правильно выбрать дизельное топливо, нужно сначала открыть инструкцию по руководству комбайна или трактора, где четко будет указано, каким топливом необходимо заправлять этот двигатель. В последнее время все инструкции по эксплуатации новых тракторов и комбайнов регламентируют использование дизельного топлива в качестве евро-5. Найти его в наше время можно, несложно, но очень дорого. И зачастую продавцы под видом дорогого качественного топлива продают судовое маловязкое топливо. Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, а судовое маловязкое топливо не рекомендуется использовать на технике, потому как топливные системы меньше точные, дорогие, быстро выходят из строя на этом топливе и несут ароматные затраты на ремонт. Для того, чтобы проверить топливо, необходимо запомнить всего четыре показателя. Показатели в паспорте целый список, около 20 штук. Но для того, чтобы нам знать, что мы покупаем и что нам продают, необходимо всего четыре. Это фракционный состав, это плотность, это содержание серы и температура вспышки. Достаточно этих показателей для того, чтобы сказать, хорошее топливо или нет. Запомните, их четыре показателя. Вообще, у нас в стране производство дизельного топлива регламентируется двумя стандартами. Это ГОС-32511 на дизельное топливо евро и ГОС-305 на обычное дизельное топливо, все его помнят, L-0262, старое топливо. Так вот, разница в цене у этих топлив существенная. И отличить эти два топлива на глаз может только опытный-опытный какой-нибудь человек, работавший на нефтебазе. И то зачастую ошибается. Вот наша лаборатория занимается тем, чтобы отличать эти топлива, определять качество и помогать производителям не ошибаться, экономить, так сказать, надежно эксплуатировать технику. Вот в таком вот ключе мы работаем. Следующая, чем мы занимаемся, это масла. Тоже немаловажная проблема. Очень много контрафакта определяется у нас в лаборатории. Даже такие именитые производители под зелеными марками, желтыми марками, которые позиционируют свои масла как фирменные, зачастую льют в бочки, скажем так, М10, М или М8. Самое-самое простое масло. Для того, чтобы не ошибиться с маслом, тоже существуют четыре показателя, которые можно сделать в лаборатории, в любой аккредитованной лаборатории. И вам подскажут. Это щелочное число, это зольность сульфатная, это кислотное число и содержание механических примесей. Именно вот эти показатели позволят определить, насколько качественное масло продают вам и насколько долго оно и надежно будет служить в вашей технике. Такая же история и с трансмиссионным маслом. Тоже те же самые четыре показателя. Необходимо определить и когда вы не ошибетесь. По бензинам ситуация несколько лучше, потому как, возможно, она лучше в связи с тем, что в сельском хозяйстве его потребляется меньше, чем дизельного топлива. Но с бензинами все стабильнее и более-менее качественно. Сколько лет мы наблюдаем все это дело, тут с бензином проблемы не бывают. А вот дизельное топливо и масла необходимо тщательно-тщательно при закупке проверять. Для того, чтобы проверить дизельное топливо, достаточно отобрать пробу до слива бензовоза в вашу емкость. В количестве двух проб по 0,5 литра сухие стеклянные бутылки составить при этом акт, предоставить в лабораторию, лаборатория даст заключение. И, как это нередко бывает в случае выявления некачественного топлива, продавец этого топлива быстро пытается все это дело замять и ретироваться. Для того, чтобы не попортить свою репутацию. Вот такая вот краткая информация. Может быть, если возникли какие-то вопросы, я готов на них ответить. Спасибо. А есть вопросы, друзья? Цена и оперативность. Значит, оперативность 1,5-2 часа. Цена вопроса по дизельному топливу это порядка 6 тысяч рублей с МДС. Все достаточно приемлемо для людей. Очень много у нас людей к нам обращаются при сливах. Оперативность мы подзакупили такие новые хорошие приборы, которые позволяют по максимуму исключить человеческий фактор при определении какого-то показателя. В частности, содержание серы, которое очень может сыграть злую шутку с дорогостоящей техникой, с аппаратурой. То есть, это оперативно и недорого. Но это надо в Зерноград везти или как? Ну, есть в Зернограде наша лаборатория. Есть в Краснодаре лаборатория, аккредитованная при ЦСМе. Есть в Ростове. То есть, любая аккредитованная лаборатория, которых на Евгенции масса. И нужно практиковать. На Ставрополье есть? Есть на Ставрополье, в Ставропольском ЦСМе. Хорошо. Да, пожалуйста. Вопрос возможности перехода на биотопливо в плане рапсовое масло. Замена дизеля вы проводите? Такие испытания проводились. Северо-Кавказский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, который расположен там же, в Зернограде, разрабатывал такие технологии, такие установки для производства биотизеля с применением рапсового масла. Были проведены испытания. Но, скажем так, результаты именно для нашего региона, да, может быть, наверное, и для всей страны, мне кажется, это не наш вариант. Точно? Почему? Почему? По крайней мере, не наш вариант. Ну, во-первых, нефти у нас еще достаточно для того, чтобы производить углеводородное топливо. А вот системы топливные наши не очень хорошо справляются с таким видом топлива. Бывают и отказы из-за этого. Ну, и каких-то особых преимуществ не выявлено. Только усложняется это все дело. Хозяйству необходимо приобретать установку по производству, искать где-то это масло рапсовое. То есть, очень много вопросов, и эффективность не доказана была по результатам испытаний. Знаешь, про сложность-то в чем проблема? То есть, трассу не подогревали, то есть, там, что именно, вспышки-то происходят, а в том же самом температуре? Дело в том, что при добавлении масла этого очень повышается кислотное число топлива, которое плохо влияет на все прецизионные пары. Происходят микроразрушения. Должна быть топливная система, предназначенная для использования такого топлива. В частности, вот в двигателях Mercedes, если мне не изменяет память, которую устанавливает Кировский завод на свои тракторы Петербургские, там система предусматривает использование биотоплива, и это прописано в руководстве. А так, температура вспышки повышается, то есть, фракционный состав уходит в сторону более тяжелых фракций, дымность появляется, мало хорошего, скажем так, в двух словах. То есть, вы оцените, что ресурс очень сильно пладает двигателем? Ну, не совсем как бы сильно, понятие растяжимое. Но вероятность того, что топливная система выйдет из строя на биотопливе правильно или неправильно подготовлена, тут тоже большой вопрос к тому, кто как его готовит, какие применяются при этом материалы. То, скорее всего, да, из-за применения вот этого вот масла и кислотного числа все возможно. Спасибо. А у вас был опыт? Нет, мы как раз вот думаем перехода, потому что экструдионную смартную тракцию просто засеивать, конкретно под топлива, то есть делать, то есть, фильтром очистки и добавление спирта. Вот, 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 вот. То есть, это не так просто? Это получается пока просто. Экструдионным способом выжимаете масло, пропускаете через кислотную твердую часть, отогреваете трассу, то есть ставите обычный интернет, соответственно, добавляете спирт для понижения вспышки. Это технология. Если вам будет интересно, у нас имеются протоколы испытаний с результатами, с цифрами, со всеми всеми всеми. Если мы правильно приготовили, что надо, это хозяйство, да, откуда вы? Ну, да, мы из Башкирии, как бы сейчас, вот, мы возьмёмся. У вас там нефти под наналитром, качай, а вы масло хотите. По 45, да, а как бы у нас, по 3-наналитром. Ну, по 26, да, ну, то есть, ну, разница есть. Ну, необходимо тщательно проработать технологию и добиться хорошего качества топлива. Ну, вот, да, нам всё интересует, возможно, безделательная, потому что экономия в год уже составит 300-тысячных способностей. Ну, мне кажется, прочно наутил перейти, чтобы не ездить лишнее, не 6. А, ещё с наутилом, может быть, экономия до 3-наналитром. А, ещё, да, просто пар почти 2-тысячных, да. Окей, спасибо. Ещё вопрос есть, Дуля? Сергей Михайлович, а вот вы назвали разные показатели, да, и для масла, и для топлива, ну, для дизеля, вернее. Может, нужны какие-то цифровые стоят, вернее, стоит их вообще назвать, какие цифровые, ну, как найти цифры, надо ориентироваться, чтобы было понимание, что это качество топлива. Да, вполне, это реально. Значит, по дизельному топливу, если это евро топливо экологического класса К5, то содержание серы не должно превышать 10 мг на килограмм. Если это класс 4, то не выше 50 мг на килограмм, и класс 3 не выше 350 мг на килограмм должно быть серы. Это если топливо евро. Если топливо не евро обычно по ГОС-305, то серы не больше 2000 мг на килограмм должно быть. Это важно показать. Поэтому можно сразу определить, евро топливо или не евро топливо. По маслу. По маслу щелочное число для современных масел, для современных двигателей должно быть не ниже 8-9. Вот так, если в паспорте. Бывает, паспорта предоставляют, бывает, не предоставляют. Все зависит от продавца и от того, как покупатель строго следит за всей документацией при продажах. Вот на эти цифры можно сориентироваться и понять, что перед вами, какой продукт. Спасибо. А вот, кстати, интересный вопрос, наверное, на аудитории, может быть, кто-то прокомментирует, друзья. А вот эта практика проверки дизельного топлива, масла перед сливом, она насколько распространена вы используете-то, или вот просто в доверии там неким проверенным поставщикам, как у вас в Башкирии, например? У нас доверие полное. У нас доверие, то есть без всяких лабораторных исследований. Мы ставим, да, понял. Ну, в Уфе. Да, все. Ну, понятно. Простите, простите, маленькая замечательная. Так. У серьезных людей не заедет чеченское топливо. Да, совершенно верно. У серьезных людей. Любая партия приезжает... Чеченское топливо тоже делают серьезные люди. Нет, ну, это как у нас называется на юге. Да, все это серьезное, это правда. Хорошо. Спасибо, друзья. Есть еще какие-то вопросы, комментарии? Нет, да? Благодарю, Сергей Михайлович. Спасибо, Василий. Вы знаете, у нас еще Василий Васильевич Абаев должен был выступить.